так мы едем сейчас по делам жирновска причем да причем мы едем мы спонтанно то есть это поездка была не запланированная я еще вчера такая встала дом пирожные хочу а сегодня это темы добила с утра встала тоже думаю блин и причем едем к той женщине игры сейчас жизненный экзамен буду свой про проходить которая мне пришла раз это по которой в прошлый раз со мной договорилась и свалила не предупредить ну как она предупредил ну короче вы эту историю знаете нет посмотрите и снимала до до поездки в калининград вот и я сейчас я не вошла в состоянии гордыни не в состоянии обиды не вошла вот думаю поеду а вот продаст она мне их или нет это уже другой вопрос она может узнать и сказать я учу продавать не буду пошли вон отсюда ну а начальник мамы джи не продавщица в магазине если бы она была продавщица магазине имела право так она может пойти на принцип и сказать вы у меня вошли в черный список покупателей не продай были к сайте я думаю черный список нет это вот так что вот такие вот дела так ой что его пришли мы опять сюда кстати вот здесь вот стою и видно вот от этого какая-то акустика такая интересная идет я говорю и прям свой голос слышу на улице душно вроде бы ветер папа горит холодно у нас кстати прохладнее там он почему-то здесь жарко что чувствуешь ой едем мы уже купили тут поездили по магазинам в победу взяли как-то идет из магазина игнорирую светофоры и победа но там кстати есть продукты которые также продаются в любых других магазинов по типу пятерочка магнита но только стоит подешевле но всем цены нужно смотреть например бананы в победе стоили 149 а в светофоре мы взяли ой в пятерочку мы взяли за 119 из на 30 рублей дешевле они какие-то вот там орешки посмотрела вроде бы подешевле этом взяла ну короче можно полазить мороженое на вкусное взяли саратовская наша кстати неплохой состав такое цены гораздо дешевле чем сейчас мороженое продается с мороженым по 100 рублей стоит а это прям копейки по 40 рублей она понравилась мороженое светофоре лакомка вот мы сейчас туда едем за этим мороженым вот они тогда помню набрали 7 штук сколько вам взяли 11 штук и вот он их всех уговорил за за ну чё это 31 рубль да по моему она стоила 38 тоже стоит 32 32 подешевле здесь такой же 38 стоит по жирности тут 10 светофоре а там за 38 12 процентов но мне лакомка если честно не очень нравится потому что лакомки есть вот это вот глазурь сверху и она такая какая-то маслянистая вот она какая-то ее нужно либо до конца растаивать мороженое но тогда будет как бы растаившиеся мороженое сама либо либо если есть холодным то глазурь будет вот этот какая-то неприятная то есть она не тающая во рту и кстати сейчас стали заменять на кокосовое масло глав главу глазурь добавляют кокосовое масло и это получается ну как бы хорошо есть хорошо кокосовое масло все-таки получше чем всякие там пальмовые хотя тоже скорее всего добавляет рафинированая зачем дело трафинированное вообще не понимаю я думаю зачем допустим из кокосового масла делают рафинированное кокосовое масло ведь это наоборот как бы ну это же за дополнительные расходы зачем и заливка у масла делать рафинированное оливковое масло зачем или зле нового масла тоже делают рафинированное льняное масло для чего кашнет но она как бы не окисляется по сути то есть она не имеет окислительных свойств для этого если только не вступает химические процессы с допустим если льняное масло рафинированное добавляют какие-то пищевые добавки маслянистые но не знаю где основа должна быть масло не знаю не могу ответить на этот вопрос наверняка я что-то не знаю вот но хотелось бы все-таки видеть более натур то что все это рафинированное очищает скин химии девчонки чуть мы понабрали вообще всего просто это какой-то треш мы куда нам лучше никуда не выезжать наше семейство это просто готова все взяли вот такой вот светофоре я не любительница светофор честно взяли вот такой вот цирк хохланд единственное мне смутила упаковка написано крупными буквами оригинальной обычно на хохланде нету надпись оригинальный таких упаковок я не встречала не знаю стоимость 200 там но 200 чем-то рублей потом взяли огромную вот упаковку такой за такую цену тоже я нигде не встречала и камилк фета состав тоже ну вообще отличный хороший состав тоже 200 рублей стоит огромный огромный пол упаковки вам останется пол упаковки я себе заберу но цена просто что-то какая-то странная странно дешевая вот и чипсы взяли мы вот такую тоже огромную упаковку сыр на сыр на горчичные так себя это батя захотел это батя захотел взяли не 20 упаковок я если беру я беру все-таки такие лейс там то подороже взяли мороженое целых 20 упаковок папа на радостях давит на газу маму не посмотрели там было апельсины не было не было что мы взяли мы взяли дофига семечка у нас тут а у них традиция у них традиция тут просмотр этих передач у них начинается 4 часа и они садятся на семечки я всегда когда позвоним в это время они это чувствую не вовремя позвонила они там на семечках на эти сидят вы не кстати когда это с ним начинаю снимать видео я прямо ручу там так значит бананчики мы взяли апельсинчики а где этот пап где мы сюда еще взяли где у нас покупки а мы взяли как его зовут подняли потом эти фисташек захотела потом вот эти штуки взяла попробовать это по глазури сахарной сахарной мать когда ты ничего нет ты что проверяй миндаль и мамку еще взяла всякого разного но он очень жесткий дубовый дубовый киев все девчонки мы решили что-то сегодня отметить мама сказал что сегодня илья да да и день воды 2 февраля 2 февраля 2 февраля 2 февраля августа сегодня день в д.в. нет не сегодня раньше был это в мэв был военно-морского флота сегодня мы ехали сегодня с флагами сегодня со флагами ездили с флагами ездили сегодня по дороге по улицам до дорога Жирновская-Ленёва с флагами ездили. Вот. И вот мы что-то решили, что-то нам захотелось вот шикануться. Да, мам? К этому гедонизму, к старости проснулся гедонизм у нас у всех. Да. Всю жизнь работали, работали, не покладая рук. Поднимали страну. Совкоз, колхоз, целину. Да, мам? А сейчас можно уже на старости, на пенсии расслабиться, да? Пусть нас поднимают. Упс. Курение и алкоголь вредит вашему здоровью. Но умеренное... Нет. Но умеренный алкоголь помогает вашему здоровью. Нет. Мы должны обязательно вам сказать, что это губительно для вашего здоровья. Пап, ты сейчас разольёшь, так не ставят через руку. Да, Масянечка? Почему, если ладенький? Зайчик там. Давно что-то хотела я шампанское, вот так. Вот мы ещё решили пироженками украсить. Для полного... Для полного комплекта, да? Это может заниматься для красоты. Девчат, редко вам показываю здесь информацию о своей работе. Вот сейчас я разбираю посылку, которую я взяла, огромную, большую посылку с Уберлика. Я вот сейчас разбираю. Папе я заказала вот такие вот препараты для печени, читала отзывы на него. Вообще, у папы жировой гепатоз, и ещё плюс ко всему у него псориаз. А вообще псориаз очень сильно связан с печенью. Я тогда помню, ему из Индии привезла препараты для печени. Ой, извиняюсь. Препараты для печени ему привезла. И, как ни странно, у него почистился псориаз, который был у него лет 15. Вот. И для меня это тогда казалось странным. А когда я эту тему глубоко начала копать, вот только прям совсем буквально там в ближайший год узнала, что как раз-таки то, что полезно для печени, он может очистить, очистить кожу от псориаза. Вот. И заказала ему на всякий случай две баночки. Вот. Две баночки взяла. Пусть он как раз пропьёт курсом. Я уже являюсь давно, являюсь давно консультантом Фаберлик. Уже как лет, ну, с 19 лет, а мне уже 41. То есть это, представляете, сколько? С 19 лет я зарегистрирована в Фаберлик. Примерно с 19. Нет, подождите, с 2003 года. Ну да, 21 год. Можете, 21 год. Работать я, правда, начала с 2010 года. То есть я бы это крыла в 2010 году. Вот. А так получается очень долго. То есть меня ни с одной работой не связывает столько времени, сколько с Фаберлик. Взяла, значит, вот такую вот пасту с прополисом. Очень хорошая. Вот все пасты вот с таким крестиком, они обладают лечебными свойствами косметики. То есть совмещают себя не просто там очистить зубы от зубного налёта, а реально там устраняют чувствительность зубов, отбеливают зубы. Чтобы вот я сейчас отбеливающую пастуку упела, буду активно её пользоваться, потому что от постоянного питья кофе у меня очень сильно окрасилась эмаль. Потом вот такие вот детские влажные салфетки. Скорее всего, их в поездку возьму, потому что такая, ну, более как бы маленькая упаковка, скажем так, более стандартная упаковка. Маленькую совсем можно было бы взять. Конечно, бы круто было, если бы они прям совсем вот такие вот малышки по 20 штук хотя бы сделали. Так-то, конечно, для меня она объёмная. Ну, не знаю, посмотрю, что с ней я буду делать. Вот как раз про ту отбеливающую зубную пасту, про которую я вам рассказывала. Юбку себе очередную взяла. Вот та юбка, в которой я была в Калининграде, в поезд до Москвы и в Москве гуляла, это как раз-таки была вот точно такая же юбка, только свекольного цвета. А эту я взяла бежевую, потому что универсальная. Тоже смотрела очень много образов, по чаю можно одевать, очень красивые образы. И вот захотела себе именно такой вот бежевого цвета, нюдовую, чтобы можно было, ну, ну, какой-то базовый такой, знаете, базовый интеллигентный цвет. Тем более бежевый у меня практически нет. Вот эти бальзамчики я постоянно с родителем беру, и они все, вот эти кремы, мази заменяют все аптечные средства. То есть они в аптеке забыли, когда последний раз что-то брали. Это крем-бальзам с мумио, он больше подходит для тех, у кого проблемы с суставами. Я читала отзывы, ну, я, так как отзывы на сайте, они постоянно обновляются, и я, естественно, когда готовлюсь и выкладываю информацию в чате о продукции, то есть готовлю материалы по продукции, я перечитываю новые отзывы. И вот недавно был отзыв, почитала женщина, были проблемы с суставами, болели суставы. Она вот пользовалась крем-бальзам с мумио, и у нее эти проблемы прошли. Вот, потом, значит, живицы. Живица очень хорошо восстанавливает кожу, кожные покровы, зуды всякие, аллергические. Но опять же, если на живицу у вас нет, на продукт качеловодства, вот. Кедровое здесь масло, представляете, кедровое масло и живица. Такие бальзамчики очень классные, я говорю, они постоянно у нас ходут, то есть постоянно родители их покупают, ими пользуются. Надо им сказать, чтобы они сделали ревизию, и чтобы я им еще подзаказала, если у них что-то нету. Потом две взяла новые туши, коричневую и синюю. Черные у меня есть, вот, по акции. И взяла помады. Помады хорошие, классные. Такие тоже нюдовые взяла. Скорее всего, их в поездку возьму. Такая вот, просто редко вам здесь что-то показываю. Такой вот розовый, он больше, знаете, для блондинок подходит. А для прям таких блондинок-балондинок. Не совсем мой оттенок, но я сейчас покрасила, сделала холодный блондинистый цвет, и мне оно отлично. Вот такой вот это я сейчас наносила. Не передает цвет. Он такой... Он не передает. Он немножко в сиреневенку. Почему-то здесь коричневый он мне показывает. Таким больше бежевым. Вот это вот ярко, она прям будет такая вот. Смотрите, какая она прям неоновая. Неоновая, неоновый розовый оттенок такой будет. Для самых смелых, можно сказать. Так-то у меня помад много. Я фетишист на эти помады. У меня их огромное количество, больше 100 штук. Но я не упускаю возможности, если по каким-то большим скидкам, набрать еще парочку-троечку штук. Ну, все, это за заказик увожу. Родителям я уже раздала их богатство. А это уже мое. Вот, повезу в Саратов. Тоже там буду что-то тестировать. У меня что-то отзывы. Писать им на... Ну, есть рабочий чат, и, понятное дело, этим занимаюсь уже долгое время. У меня уже большая команда, большая структура. Ну, я, собственно говоря, благодаря Фаберлик заработала на две машины квартиры. Не знаю, на какой такой работе мне нужно было работать в регионе. В Москве это, понятное дело, ну, как бы наверняка больше возможностей. Но в регионах зарплата... Вот у нас на тот момент, когда у меня зарплата была 120, Фаберлик, вот, на тот момент у меня, допустим, у подруги, у знакомой, ну, полуродственницы, полуподруга, полузнакомая. Я не знаю, как это вот не разбрасываться, стараюсь не разбрасываться вот этими формулировками подруга. Ну, наверное, больше приятельница, что ли. Вот, и тогда муж у неё зарабатывал, в то время, когда я 120 зарабатывала, муж работал управленцем в банке, он зарабатывал, по-моему, то ли 50, ну, короче, вот в этом районе. Представляете, 50 тысяч и 120. Фаберлик. И мне очень жаль, что Фаберлик очень несерьёзно воспринимают, как работу. Я недавно с одной девочкой общалась, и она говорит, ну, в чате, у меня есть чаты рабочие, личные такие чаты. Она говорит, я пробовала. Не всем это подойдёт. Она говорит, я пробовала. Говорит, это очень тяжёлая, адовая работа. И многие этого не понимают, потому что раньше, когда рекламировали, ну, приходите к нам, приходите к нам, говорили, что, типа того, это работа такая, два-три часа в день, небе лежачего, там, без начальников, без будильников. Но то, что без начальников и без будильников, это да, потому что я работаю не тогда, когда мне нужно, а когда я хочу. Ещё плюс ко всему, я свободно перемещаюсь, то есть я могу работать из любой точки мира, вот, и это даёт мне свободу. И плюс ещё ко всему, но работать здесь не получится два-три часа в день. Но, опять же, если вы вышли на какой-то уже вам хороший доход, то есть на тот, который вам нравится доход, на тот, который вы хотите, и потом на два-три часа в день можно перейти. Вот, но поначалу реально ты пашешь. Пашешь, неимоверно, потому что конкуренция сейчас огромная. Это я вам, знаете, такие подводные камни, говорю. Вот всю внутрянку, о которой многие молчат. И действительно, эта работа подойдёт не для всех. Сразу вам говорю. Но зато здесь неограничены источники дохода. В моей структуре лично девочка заработала на квартиру в Москве за 19 миллионов. И есть девушка, которая ежекаталожно получает по 300-350 в такие месяцы активный, там, Новый год. 8 марта, 23 февраля все 400 тысяч за три недели. Вот в регионе. Вот вам и, пожалуйста. Вот вам и вот этот вот фуфоберлик. 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 Фуфоберлик.